и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine в прошлой серии ребята мы с вами поговорили о новом обновлении данной игры который мы практически с вами ничего не увидели но тем не менее ребята я не расстраиваюсь я иду вперед чтобы в дальнейшем не говорили про меня не писали бы мне в личку и все прочее скажу ребята одном выясняйте своим между усобицы сами между собой возможно я не слежу за этим симулятором так давно и блин не знаю что там вообще происходит но для меня симулятор space engine как наверное для многих из вас останется самым большим проектом и довольно таки интересным в общем давайте скажу так ребята я да я был разочарован но будущее обновление я подожду еще месяц два месяца три месяца год два года и я думаю что какие-то обновы нас ждут вот в общем ну как то так что ли не знаю надеюсь что кто-то меня понял ну что же ребятки давайте не будем о грустном и как я вам обещал в обзоре про обновление которое скажем так обломала все наши надежды и все прочее я вам обещал путешествие по планетам где возможно есть жизни и мы с вами хотели рассмотреть закаты и восходы звезд на этих планетах а именно друзья мы рассмотрим в туманностях в туманностях да здесь будет довольно таки очень красиво и это классно я уже нашел подходящего нам кандидата смотрите вот такая планета ориона c7 криогенная пустынная аквария температура минус 190 градусов на поверхности число лун 12 диаметр у нас девять тысяч восемьсот пятьдесят три километра хотелось бы ответить на вопрос который многие мне задают в комментариях под видео пожалуйста с ними следующую серию на каких-нибудь кораблях пролети от одной планеты до другой сделай какой-нибудь огромное путешествие друзья корабли в игре пока что забагованы и управление здесь на них просто невозможно управление возможно лишь на каких-нибудь кораблях из модов из стима мастерской вот на них в принципе можно конечно полетать но хочется какого-то быстрого ускорения тысячу или две тысячи три тысячи без разницы километров в час это будет довольно таки утомительно и я думаю просто многие перемотают наконец на самый конец мои видео либо мне придется наложить в редакторе потом таймлапс короче говоря смотрите вот такая вот у нас планета здесь в принципе я скажу очень хороший обзор есть скалы какие-то горы образование непонятные видны хорошо очень две луны до планеты с кольцами скажу больше а в дальнейшем будут еще кстати разработчики нам обещали разработчика нам обещал что кольца у нас не просто будут каким-то мелким песком непонятным а мы увидим даже целые образование глыб или что-то наподобие того камней и все прочее поверхность полностью здесь ледяная так но вот это вот это кстати то что меня сейчас так трясет на поверхности обрати внимание это баг это баг игры возможно сейчас будет много болтовни в этой серии но короче говоря наверное нужно приступать к тому что мы сейчас ускоряем время ускоряем время и посмотрим на закат звезды на этой планете стой мы не над самим горизонтом и где-то стой 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 реальное время и где-нибудь ну примерно вот отсюда можно смотреть на закат звезды давай немножко ускоримся это было бы чудесно и прекрасно посмотри посмотри какой фон сколько мы на высоте на какой высоте мы находимся высота 9 10 километров ну блин здесь сплошные горы если бы был чистый ровный горизонт можно было бы еще как-то это все рассмотреть то есть мы бы увидели прямой закат и прямой восход звезды статистику я отключу и можно ускорять еще время да это было бы красиво ну если бы заместо вот этой луны был бы какой-нибудь газовый гигант это было бы намного впечатляюще многие меня спрашивают в комментариях под видео какие треки ты используешь для записи данного симулятора ребят как я вам и обещал после выхода этого видео смотри у нас восход звезды восход звезды стой 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 и на на небе да мы еще видим розовые вот такие вот отблески туманности да получились бы впечатляющие здесь фотографии после выхода этого видео ребята в группе вконтакте я обязательно выложу все треки которые я использую в записи можете их найти скачать записать если кому-то что-то будет непонятно я напишу вам в комментариях под этим видео название так что кто не подписан на нашу группу вконтакте ссылочки все в описании смотри и чекай давайте наверное еще сейчас ускорим время я еще раз все-таки хочу посмотреть на закат на этой планете на закат звезды на этой планете у нас сутки идут если я не ошибаюсь по-моему стой стой ну давай посмотрим солнечные сутки 17 часов 23 минуты разница есть по сравнению с землей ускорим еще время и вот сейчас кстати смотри у нас прямой горизонт и мы можем понаблюдать какой у нас будет закат атмосфера на планете есть ну блин я хотел конечно каких-то желтых красных и отблесков но розовая туманность нам очень как бы отсвечивает скажем так наверное плывущие облака да здорово так ну давай посмотрим еще раз на восход на этой планете как будто бесконечность перед тобой да обрати внимание а вот и наш желтый карлик по-моему вот наш желтый карлик и у нас восход нет это совсем другая звезда где-то вдалеке произошла небольшая путаница но слушай восход прямо таки как на земле ничего необычного я думаю наверное стоит прилететь посетить какую-нибудь другую планету давайте отправляемся на поиски перед нами еще одна планета теплая озерная терра состав гидросферы H2O состав атмосферы CO2 H2O N2SO2 атмосферное давление повышено температура 109 градусов по Цельсию ну планета близко просто расположена в своей звезде и вот такая туманность здесь есть посмотри обратите внимание красная туманность она просто так и называется здесь планетарная какая-то туманность ну я немножко шокирован она находится неподалеку от Ориона где мы только что с вами были такс солнечные сутки блин вот с этим я немножко не угадал солнечные сутки здесь бесконечные ну можно конечно куда-нибудь спуститься на горизонт на горизонт и посмотреть наверное как на горизонте на этой планете мы увидим с вами звезду представим наверное хотя бы на мгновение на секунду закат восход звезды я думаю вот видишь да про что я говорил звезда очень близко планета вернее очень близко расположена к звезде хотя бы можно примерно представить насколько здесь ярко жарко фух и убийственно конечно это примерно наверное выглядело бы как-то вот так что ли в большой красный карлик на горизонте ну солнечные очки тебе бы здесь явно бы не спасли зрение но я не вижу красной туманности почему но обрати внимание у нас хорошо проглядываются тонкие кольца этой планеты такс вдалеке так туманность карина небула давайте посмотрим может быть какую-нибудь планету здесь что-нибудь что-нибудь нам подходящее такс вот тут такая еще интересная я так понимаю стой это наверное взрыв сверхновый что ли белая звезда что у нас по планетам горячая пустынная терра так ну давай посмотрим солнечные сутки 34 часа да планета конечно довольно таки очень жаркая я тебе скажу на ней тоже жарковато слушай такс приземляемся мы уже на поверхности да мы уже на поверхности стоим мне нужно убрать статистику такс и давай наверное сейчас мы ускорим с вами время ускоряем время и посмотри насколько яркая белая звезда на горизонте так а что у нас она по диаметру диаметр ага почти в полтора раза в полтора раза диаметра солнца очень ярко очень жарко мои глаза сходят с ума ждем передвижения звезды по небосводу и сейчас у нас будет закат марсианского заката конечно мы не увидим оранжевый горизонт посмотри насколько оранжево даже токсичный горизонт я бы это назвал ну впечатление конечно от ночного неба на этой планете безумно безумно радуют посмотри насколько прекрасный фон да удивительно как бы меня там не называли в комментариях или еще где-то что я обзорщик который целует спейс энджин в попку он мне нравится я могу хотя бы по крайней мере представить что и как выглядят различные планеты блин вселенной ну хотя бы в том состоянии для которого его не довели до ума я согласен но могу хотя бы иметь какое-то представление посмотреть хотя бы как выглядит все то что ты не увидишь на земле увидеть туманности увидеть другие звезды планеты на краю галактики на краю вселенной побывать в звездных шаровых скоплениях представить себе тот фон насколько это безумно красиво вот реально вот это же очень безумно красиво посмотри представляешь такой фон наблюдать с планеты да еще и в туманности с далекой планеты даже где-то на краю галактики и представить что наш дом вон там где-то вдалеке находится это просто обалденно ну а все остальное можно в принципе и подождать честно скажу да вот это скорее стой а вот что это у нас был это у нас звезда вольфа рая а подожди так мы же делали как-то к ней путешествие да 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 мы посещали я помню 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 блин здесь безумно фантастично давай ускорим время и посмотрим на восход звезды на этой планете а я не обратил внимание здесь видно туманность днем по-моему нет опять оранжевый восход звезды и я начинаю кажется перегреваться да это здорово конечно ну что ж ребятки наверное на этом серию я свою закончу данное путешествие мы не заканчиваем всем кому понравилось обязательно пальчик вверх подписочка на канал и помните друзья что космос и вселенная бесконечная и мы только начинаем свое путешествие в нем пока 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 не пока пока не